Украинское поселение, превосходящее легендарную Трою. Социальные потрясения, поспособствовавшие археологическим раскопкам. Украинский археолог, развенчивающий наиболее известные голливудские мифы. Николаевский областной краеведческий музей. Своим появлением он обязан альвийским артефактам. Но уже через полстолетия сам стал плацдармом для музеев Одессы, Керчи, Херсона. А еще через много десятилетий досадная ошибка двух исследователей приостановила пополнение его коллекции уникальными экспонатами. Такими, например, как бронзовый клад. Клад бронзовых предметов, которые на Диком саду, сегодня он уникален. В составе клада всего 15 предметов. Наконечник дротика, топоры кельты и бритва, которая тоже имеет аналогии по другим памятникам. Клад из дикого сада, датируемый XII веком до н.э., соответствует традиционным представлениям о кладе. Но в то же время существенно отличается от находок, поступавших в музей ранее. Дело в том, что само понятие клада, да, скарба, это что-то спрятанное в таком отдаленном месте. На сегодняшний день известно много кладов бронзовой эпохи. И саботиновские клады, и белозерские клады, и других культур. На территории Украины же их было много культур бронзового века. Но все эти клады найдены вне контекста поселения. Найдены в степи. То есть ехали, спрятали на будущее, забыли. И вот археологи сегодня нашли. Единственный клад, то есть, а клад в данном случае – это сбор предметов. Единственный клад, который четко зафиксирован в контексте городища, поселения – это есть клад дикого сада. В этом и состоит научная уникальность находки. Ведь позволяет сравнить бронзовые предметы с керамикой другими бытовыми предметами, найденными на поселении. А также дает некоторые сведения о его владельце. Общий вес клада – 3 килограмма 100 грамм. Ну, кто в те времена владел таким количеством бронзы, ну, я думаю, если и не первый олигарх, но очень-очень богатый человек. Очень богатый. По тем временам 3 килограмма бронзы – это огромнейшее богатство. Но все эти богатства так могли и остаться лежать в земле. Ведь в свое время на городище Дикий Сад, как археологическом объекте, ставят жирный крест. И делают это исследователь Ольвий Лазарь-Славин и никто иной, как директор Николаевского краеведческого музея Феодосий Каминский. Они заложили 5 шурфов, нашли каменные фундаменты стенок, некоторых, наверное, жилищ, нашли керамику, очень много керамики, нашли бронзовые предметы небольшие, это были шилия. Но самое интересное то, какой они сделали вывод в 1956 году. Эта экспедиция Славина в отчете, что поселение уничтожено, не представляет никакого интереса. Оно второстепенное поселение саботиновской культуры, ну и дальнейшие исследования проводить не стоит. И вот с 1956 года как бы точка осталась, материал остался, и исследования не проводились вплоть до 1990 года. Но в начале 90-х годов на этот памятник снова обратили внимание. Таким образом, исторический факультет Государственного педагогического института Николаевского должен был организовать практику для студентов-историков. Для студентов-историков археологическая практика после первого курса является обязательной. И вот для того, чтобы не решать какие-то материальные проблемы за пределами города, ребята-студенты вместе с сотрудниками института, археологии и преподавателями вуза продолжили здесь раскопки. Инициатором становится местный краевед и преподаватель древней истории в Николаевском педагогическом институте Юрий Гребенников. Воплотить далеко идущие планы в жизнь помогает грандиозное социальное потрясение, накрывшее не одну современную страну. Когда Юрий Спиридонович начинает почищать их старые раскопы, то случается главное событие в нашей новейшей истории. В 1991 году Советский Союз приказал долго жить. И, естественно, воинская часть отсюда ушла. И таким образом открылся доступ для того, чтобы здесь начать исследование. И вот уже в 1990 году были так работы фрагментарные сделаны, а с 1991 года начинаются регулярные исследования. Сначала под руководством Гребенникова Юрия Спиридоновича, а с 1998 года под руководством Горбенко Кирилла Владимировича. Хотя я пришел сюда как студент еще в 1994 году. Начал участвовать в этой экспедиции. Это стало традицией. И через несколько лет стало понятно, что речь идет не просто о поселении. Это городище, то есть оно имеет систему креплений. По сути дела, с 1991-1994 годов каждый год мы потихоньку открывали пол помещения, одно помещение. И так это длилось очень длительное время. Пока мы уже к началу нулевых годов не раскрыли гораздо большую территорию. Но затем в нулевых годах захотелось местным, как бы сказать, ну властям, можно сказать, построить здесь дома. Но прежде чем строить, необходимо провести разведывательные работы, чтобы определить границы археологического памятника. Исследования дали неожиданные результаты. И когда в 2004 году мы нашли оборонительный ров, то, естественно, встал вопрос о том, что ни о каком строительстве речи быть не может. Потому что это уникальный объект. Потому что это единственный объект сапатиновского времени, позднесапатиновского и белозерского времени на юге Украины, который имеет систему обороны. То есть в научном плане это уникальная вещь. И поэтому мы собрали пресс-конференцию в 2004 году и поставили вопрос о том, что строить здесь нельзя, а нужно дальнейшее исследование. В это трудно поверить, но дальнейшим исследованиям городища способствует еще одно социальное потрясение, которое сегодня российские и пророссийские граждане называют причиной войны в Украине. Революция достоинства. После революции достоинства новая власть городская все-таки решает, что нужно каким-то образом сохранять культурное наследие родного края и исследовать. И последние два сезона идет финансирование с городского бюджета при содействии управления культурой. И нам удалось, в принципе, за последние два года сделать огромный прорыв. Потому что до этого времени, то есть до 14-15-го годов, большая часть городища была засыпана. То есть как мы копали? Мы раскопали 100 квадратных метров и засыпали его. Раскопали следующий и засыпали. Часть мы немножко консервировали. В настоящее время открыто около 4 гектаров территории. Городище существовало от рубежа 13-12 столетий до нашей эры, до конца 10-го, начала 9-го столицы до нашей эры. Нам удалось открыть систему оборонных сооружений. Это два оборонительных рва, фундаменты каменных мостов через ров цитадели. Нам удалось открыть новые помещения. Ну, для примера я вам скажу так, что если в 1956 году было 5 раскопов небольших, в конце 90-х, в начале нулевых, было известно 10 помещений всего лишь на территории дикого сада, раскопанных, исследованных, то на сегодняшний день мы раскопали и исследовали 50 археологических объектов. Один из этих 50 объектов летом 2008 года открывает исследователям артефакт, который проливает свет на роль и место дикого сада не только в истории Украины, но и целой Евразии. Наш друг, сотрудник, который работал у нас в экспедиции, его зовут Евгений Алиниченко. Он работал вместе с нами, и мы вот летом 2008 года сняли балластный слой, сверху проявились складки помещения, и мы немножко так лопатами начали зачищать, и топорики начали эти, как бы, выскакивать. Но потом начали уже их собирать. Он был не компактно лежал, как в мешке, а был на небольшом расстоянии, как бы, вот так. То есть, как он лежал, потом упал и распределился. Клад накопительный. Об этом свидетельствует разная степень изношенности топоров. Одни из них уже изрядно потрудились, другие совершенно новенькие и в работе ни разу не были. А вот то, как он дошел до нашего времени, история занимательная и в то же время информативная. Ведь проливает свет на социальную структуру поселения. Найден он был возле стены помещения, которое мы предполагаем по артефактам. Это был дом летейщика. По всей видимости, как произошла ситуация, дедушка спрятал, сын еще помнил. Внук, скорее всего, забыл, где лежит, и ушел с поселения, и клад оставил. По традиции этнографической клады, вот эти топоры прятали под крышей. И когда уже жилище обрушилось, со временем он упал и лежал возле стены. Зачем копили клад, ученые достоверно сказать не могут. Зато сам клад говорит исследователям о роли и месте городища, дикий сад в древних торгово-экономических отношениях. И мы об этом расскажем, но чуть позже. А сейчас скажем о населении, которое занимало эту территорию. Ведь не исключено, что о нем говорил и легендарный древнегреческий поэт-сказитель, отец Илиады и Одиссеи Гомер. Это наше предположение. Дело в том, что у великого поэта Гомера в его книге «Одиссея» в 11 главе есть рассказ о путешествии Одиссея на север, на север от Рои. Ну, это через Черное море, где-то вот на нашу территорию. И Гомер там упоминает, что когда Одиссея приплыл на территорию северного Причерноморья, он указывает там народ и город людей кемерийских. Свои легендарные поэмы Илиада и Одиссея Гомер писал в 8 веке до нашей эры, собственно, когда и жил сам. Когда уже были известны миру и грекам, в том числе кочевые индоевропейские племена под названием кемерийцы. Но вот интересен другой пассаж. Город и народ. То есть город. А если предположить, что Одиссей плавал, если предположить, что это было такое путешествие, в конце 13 века, по всем данным, Троянская война, это конец 13 века, происходило событие Троянской войны, то как раз единственным укрепленным поселением, то есть городищем, либо городом, то есть система обороны есть, это уже огражденное пространство, является только Дикий сад. Все остальные, на сегодняшний день известно, более 200 саботиновских поселений, около 150-200 белозерских поселений. Нигде нет системы обороны, системы укреплений. Это позволяет исследователям с большой долей вероятности говорить о том, что греки, которые рассказывали Гомеру о кемерийцах, знали эти места. Соответственно, они здесь бывали. Смотрите в следующей программе. По поводу Трои, дело в том, что в массовом сознании Троя как бы одна, а на самом деле их девять. Поэтому, когда в 2008 году, во время раскопок, на городище был найден клад, это было действительно знаковое событие. ООН показывает два типа металлообработки, типологию, восточную или нижнеднепровскую и западную, центральноевропейскую. Это, кстати, тоже указывает на контакты с центральной Европой, с балканским регионом. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова